О чем можно еще рассказать нашим пользователям до того, как мы перейдем непосредственно к самой технике, это процесс восстановления. То есть после того, как мы засушили, мы можем это не просто съесть, и чтобы у нас во рту или в желудке продукт сам восстановился и расщепился на простые минки своды, начал нас питать и радовать вкусами, а еще и он может восстановиться до его употребления. Как это можно сделать? Правильно подсушенный продукт легко восстанавливается с помощью обычной воды. Они практически приобретают свой первоначальный размер, форму и оставляют вкус тот, который был. То есть, представляете, можно засушить томат, потом его добавить воды, и он вернет свое обратное состояние и поесть зимой великолепных краснодарских розовых томатов. Которые летом только доступны, а зимой сами знаете, что у нас выращивают. А у нас есть уникальные. А у вас есть, я надеюсь, наши зрители нашей компании также узнают о ваших продуктах, и мы обязательно об этом сделаем отдельную передачу, если вы не против, с нашим специалистом по питанию Ульяной Роу. Давайте, да. Так, значит, на чем остановились? На восстановлении. И по восстановлению, если продукты подвергались мягкой сушке, значит, они не только вот форму, они и вкус, и аромат сохраняют, и большую часть своих витаминов и микроэлементов. Но очень важно не добавлять соль или сахар и специи в тот момент, во время первых пяти минут восстановления, потому что эти добавки тормозят впитывание жидкости продукта. Конечно. Если вы хотите, чтобы они вот восстановились, как было, по-настоящему, сразу не надо вот это засаливать, подсахаривать там, да, даже натуральными подсластителями, или как-то там перчить, или там приправлять другими травками. Это все делать нельзя. Надо делать чистый продукт, потом восстанавливать, потом уже добавлять все эти специи, солить и так далее. Это, если вы хотите восстановить идеально. Если это не важно, то обычно добавляют до дегидрации все специи и кушают потом в сухом виде, пускай восстанавливаются, скажем так, в животе. Вот. Какие есть методы восстановления и регидрации, так скажем, да, высушенных в дегидраторах продуктов? Значит, электрическая пароварка. Это самый простой, так скажем, прибор, который может использоваться для восстановления сушеных продуктов. Просто туда кладете, заливаете воды и позволяете, так скажем, влаге вернуть форму и свежий вид этого продукта. Значит, дальше есть такой тип, как замачивание. То есть просто замочить водой без горячего пара, да, в электрической пароварке. Они от обычной воды за где-то час-два восстанавливаются, но здесь важно, чтобы они не перенасытили эту влажность. И пароварка, она все-таки парами намного легче восстанавливает. Есть восстановление холодным паром. Это вот ультразвуковые испарители, воздуховлажнители. Таким способом можно. Я пробовал, получается, и в этот же момент вы, получается, не обрабатываете горячим и остается полностью суреическим продуктом. Ну и обычная варка. То есть четвертый способ. То есть это класть на часть вот этих сушеных продуктов на 5, от 5 до 20 минут и варить, чтобы они вернули свой первоначальный вид. Честно говоря, мне больше всего нравится вот холодный ультразвуковой способ восстановления. Так. Значит, обо всем сказали. Значит, что можно отметить еще, что если температура слишком высокая, энзимы могут разрушаться, как вы уже вначале с нами сообщали. Поэтому мне, например, тот способ, третий, да, больше всего нравится. Если слишком низкая, тоже будет плохо, потому что на сушку, на процесс, да, затрачивается больше времени. Да, и продукты могут портиться в этот момент, и, вероятно, рост бактерий. Это вот при сушке имеется в виду, да? То есть это все применимо при сушке. При восстановлении, естественно, при термическом вы теряете части микроэлементов, витаминов и энзимов. Дальше. Значит, вот мы с вами обсудили все самые основные моменты. Теперь, я думаю, что стоит переместиться к нам в съемочную студию и уже там, глядя на оборудование своими глазами, вот не просто смотря картинки, поговорить о том, что сейчас есть, чем, что лучше, что бы я мог посоветовать, с чего можно начать, а что является, так скажем, эталоном, к чему сейчас все стремятся. Вот обо всем этом давайте через секунду в нашей студии. Остаетесь, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Конечно, я остаюсь на связи, ждем. Это самое интересное, наверное, сейчас будет, потому что действительно люди думают, ну, какую же модель выбрать, какой фирмы. Их столько много, глаза разбегаются, как бы не сделать ошибки, чтобы потом не жалеть. Поэтому и важно объяснить людям именно то, что человек, прослушав, поймет, что вот, да, в моей конкретной ситуации, в моем случае лучше вот это, а мне, например, там лучше вот это человек себе скажет, успокоится, будет благодарен и скажет, как хорошо, что у меня выбор теперь сам с собой назрел. Да, абсолютно верно, и мне будет очень приятно рассказать об этом. Я думаю, что все наши и ваши зрители и слушатели уже давно пользуются приборами, которые мы с вами советовали год назад для блендирования, для получения соков холодного отжима. И сейчас уже пора рассказать, что такое настоящие качественные дегидраторы. Да, людям очень понравились те видео, было очень много хороших отзывов. И по соковыжималкам, когда мы вот рассказывали все так же подробно и по блендерам, они хотят и продолжения, но мы в самом конце обязательно пару слов скажем и о блендерах, и о соковыжималках, что изменилось за последние вот эти два года. Ну а сейчас, конечно, самое главное, да, приступить к моделям дегидраторов. Да, значит, и первый наш бренд, который я бы хотел, наверное, рассказать, это будет бренд Excalibur, так как это оборудование раньше всех появилось на рынке, на рынке мира, не в России, а именно на рынке мира. И впервые, так скажем, начали продвигать процесс дегидрации в массы. Вот с него и начнем. У него, кстати, очень много моделей. И чем он хорош, что он сразу же перешел этап вертикальной сушки, пропустил его и начал производить именно горизонтальные дегидраторы, которые, как я вначале говорю, сушат намного, так скажем, качественнее. Одну секунду, мы сейчас подстроим оборудование. Да, а я пока скажу, что у меня у самого уже много лет назад, мы тоже пользовались Excalibur'ами, я их купил прямо из США, заказал там несколько штук, и мы очень ими вот этими дегидраторами довольны. То есть, действительно, они качественные. Это наши знакомые оценили, и многие, кого я слышал вот по перепискам, либо форумах, то есть, действительно, это нравится людям. Хорошее оборудование, что тут можно сказать? Все-таки это уже марка, это имя, это история. Ну, как говорят у нас в наших коммерческих кругах, это бренд. А раз это бренд, значит, это уже проверено. Как вы меня видите, скажите? Отлично, вижу, отлично. Ага, значит, мы начнем, как я уже говорил, с Excalibur. Сейчас я вам буду их… там все хорошо с оборудованием? Все? Все работает отлично. Сейчас мы будем показывать, и начнем мы с младшей модели. Давайте сначала я покажу все. Так, все видно, да? Да. Значит, это наша студия, люди некоторые ее узнают. Мы здесь записываем наши видеоролики. Так как я с вами нахожусь на Скайпе, мне приходится ручками все это дело вам показывать с телефона. Хотя, зрители это увидят с камеры, я думаю, что им это будет очень удобно. Вот, но я хочу, чтобы вы были в курсе и онлайн видели, что у нас тут происходит. Итак, начнем с самой первой модели. Есть такие модели, ясно, с экранчиками, с дисплеичеком. Да, да, прогресс идет. Итак, я вам показываю самую маленькую модель, которая, значит, у нас называется Excalibur Economy. Economy. Это начальная модель. Она, как вы видите, имеет боковой обдув, то есть у нее дует вентилятор сбоку, и здесь же стоит нагревательный элемент. Сейчас, одну секунду. Вот он. Показываем. И тут же у нас все подписано, что это официальная поставка из Америки. Есть значок ЯК, логотип нашей компании. Что это произведено в США. И, соответственно, что это сушилка для овощей и фруктов. Все стандартно Excalibur. Чем хороша эта модель, что она очень доступна по деньгам, в том плане, что все оборудование качественно, оно, конечно, очень дорогое, но этот Excalibur, он хоть и имеет боковой обдув, он при этом стоит порядка, там, по-моему, 13-14 тысяч рублей. Из минусов мы видим, что у него нету таймера, а есть только управление температурой. И, соответственно, кому-то это будет достаточно, а кому-то все-таки надо будет работать именно с таймерами. Ну, конечно. Сюда подходят специальные силиконовые и тефлоновые листы, изготовленные той же самой фирмы. Я сейчас попрошу, чтобы мне их принесли, чтобы я показал листики, как выглядят. И с этой модели можно начинать уже первоначальные, первые шаги к настоящим сарееческим рецептам. Потому что на нем, на боковом обдуве, можно уже готовить все. И пастилу, и сушить фрукты, овощи, и вытащив все поддоны, можно поставить сюда банку и приготовить там йогурт, сыр, все, что захотите. То есть это начальная модель, единственное, что нет таймера, а все остальное он сушит прекрасно. Несколько фотографий, я думаю, сейчас мы покажем вам, как мы экспериментировали, тестировали студии. Я думаю, что результат более чем достойный. И, не зацикливаясь на нем, какой прибор обычно чаще всего покупают пользователи в данный момент? Это вот два прибора, это девятка и пятерка. Чем они отличаются? Вот перед вами сейчас находятся пятерки. Это две пятерки. Одна у нас с механическим управлением, посмотрите внимательно. Классический вариант. Классический вариант, очень люди любят, потому что все легко, крутанул, все работает. И надежно. Да, абсолютно верно, ломаться просто нечему. Абсолютно верно. И есть белый цвет, есть черный цвет. В черном, очень интересно получается новый цифровой дегидратор. То есть, тот же, та же самая внутренняя начинка, качественная. Сейчас мы покажем ее сзади. Стоит вентилятор, американское производство. Здесь все также с логотипами, все правильно. У него также боковой обдув, более удобная прозрачная крышка. Она уже, видите, прозрачная. Можно видеть, как готовится продукт. Там было не видно. Дальше, нам принесли листики. Вот, это специальные парафлексовые листы. Кстати, они маленькие для того пара, а есть специальные большие для более крупных поддонов. Они не дешевые, эти листики, но они многоразовые, практически вечные. Если на нем не работать ножом, то покупать их снова никогда больше не придется. То же самое с силиконом. Вот, давайте покажу. Силикон, это изумительно. Это, я скажу, экологически чистый. Это не обычный силикон, он полупрозрачный, здесь так на камеру, к сожалению, не показать. И он произведен именно этой же компанией, американской, и специально для этих дегидраторов. Он четко попадает в поддон, встает в уголочки, так, чтобы, когда вы делали пастилу, у вас ничего никуда не выливалось, и сушилось все равномерно, и четко, и красиво. Так, но листики – это мелочи, так скажем. Главное что? Начинка. Там у нас стоит вентилятор, там у нас стоит нагревательный элемент. На всю эту технику Excalibur идет огромная пятилетняя гарантия, которую сочетает наша компания, как компания-поставщик, которая обязывает это делать. И пару слов я расскажу про цифровое меню. Вот смотрите. Вроде бы, да, с чем отличается аналог от цифры? Кто скажет, ну, кнопки здесь нажимать надо, и все. А вот здесь секрет. Оказывается, Excalibur, у которого есть цифровое меню, также является комбо-аппаратом. То есть, как раз выполняет ту же самую функцию комбо, как и Sedona от компании Tribest. То есть, специальным нажатием манипуляции, там, нескольких клавиш, вы переводите его в режим комбо и программируете сначала первый режим на более высокую температуру, на час или два. И потом переходит он автоматом во второй режим, более сыроической сушкой, да, до 40, там, градусов 41 и 38, как хочет пользователь. Потому что у каждого свой сыроический режим, здесь тоже спорить не стоит. Итак, мы с вами поняли о том, что существуют маленькие аппараты, существуют для начинающих по очень доступной цене. Потом идет пятерка механическая, которая чаще всего приобретается, имеет уже приличную площадь сушки, но пока не прозрачную дверку. Сушат они все великолепно, я здесь даже не могу ничего сказать. Просто будете смотреть фото, будете пробовать, смотреть отзывы и очень, очень всегда положительно люди об этом отзываются. Дальше. Есть такая же модель, но черная, с механическими. Есть такая же модель, но девятилотковая. Вот, пожалуйста, у нас представитель девяти лотков, то есть то же самое все, но он уже очень большой. И площадь поверхности сушки, сейчас мне подскажут, сколько у девятилотковой, и здесь уже девять поддонов. Соответственно, если вы будете делать девять поддонов пастилы, то, соответственно, вам нужно девять силиконовых или тифоновых листов. Тифон, кстати, в этом плане не страшен, потому что это не сковородка, здесь температуру больше 70 градусов не поднимает, соответственно, никаких вредных веществ он не выделяет, а при этом имеет очень классные свойства скольжения при очень своей высокой плотности материала. Значит, выбирайте сами, что вам нужно. Четыре поддона, пять поддонов, пять поддонов с цифровым управлением и прозрачной крышкой. Вот эта крышка. Хорошо бы сразу и цену на данный момент времени подсказывать. На данный момент цена, значит, порядка 25 тысяч стоит пятерочки. 22 500 стоит оборудование 22 500, 23 500 стоит белый либо черный с механическим управлением, 25 500 стоит с цифровым управлением пятерочка, 24 500, простите. 25 500 стоит уже девятка, но с цифровым управлением, не с цифровым, а с механическим. То есть, соответственно, с цифровым будет стоить чуть-чуть дороже, то есть 26 500. Вот примерно такой разброс цен. Но вот перед нами аппарат, который такой вроде страшненький, да, вот что он здесь забыл. На самом деле это еще более дорогая модель. Вот это вроде бы маленький аппарат, который имеет всего 5 лотков, крышки непрозрачные, он стоит 45 000. И что же он такое, что же в нем такого интересного? А он у нас полностью весь из нержавеющей стали. Мы их вот специально сейчас не отклеиваем. Покажу только немного. Вот, видно, да? То есть, если снять вот это вот защитное покрытие со всех сторон, то вы увидите, что внутри это вот будет такая вот очень красивая нержавеющая сталь. Смотрите. Да. И он будет вот именно такой весь из нержавейки. При этом, сейчас я очень с ним надо аккуратно, это супер товары. При этом у него, обратите внимание, поддоны из нержавеющей стали. Да. Вот. Значит, здесь нужно пару слов сказать, что такое поддоны из нержавеющей стали, зачем пользователи их покупают. Почему за это, так скажем, переплачивают в разных компаниях. Вот в Excalibur эта переплата составляет порядка 20 000. Ну, это и аппарат из нержавеющей стали, и поддоны из нержавеющей стали. Почему покупают хотя бы поддоны из нержавеющей стали? Потому что, например, у моделей Tribest или у Liquib есть именно только поддоны. Без корпуса. Без корпуса. Да, все верно. Спасибо. Во-первых, это считается более экологично. То есть, когда вы покупаете нержавейку, вы готовите на нержавейке, соответственно, пластик не выделяет при термоподогреве никаких вредных химикатов, веществ. Но здесь все эти моменты очень спорные. Я могу встать на сторону как, значит, сторонника их, так и противника, потому что аргументы есть и за и против. Аргументы за. Я считаю, что, конечно же, металл передает лучше тепло, и, соответственно, когда вы сушите продукт, так как металл сам нагревается, и, соответственно, у вас изнутри поддон получается тоже слегка и влияет на сушку, и сушит продукт, подогревая его своим отдаточным теплом. Поэтому, если рассуждать с точки зрения пользователя, который не читает инструкцию, он может перегрузить поддон. И что будет пластиковым поддоном? Если пластиковый поддон перегрузить, сейчас я вот открыл крышечку, то он у нас, что сделает, он у нас прогнется. Видите? Если его перегрузить. А вот металлический, даже можно не показывать, с ним ничего не будет. В общем, скажем так, он не деформируется. Не деформируется. Более того, он вечный. Да. Он вечный, и плюс люди уверены в том, что это оборудование абсолютно экологически чистое. Инертно. Чистое, да. Оно ничего не выделяет, но я могу сказать, что пластиковые поддоны, они же не из китайского пластика используются. И этот пластик, он не имеет бисфенол ни А, ни Б типа. И, соответственно, вы не греете это до 200 или 100 градусов, до 70 градусов максимум. Но кому-то просто проще купить поддоны из нержавеющей стали и, соответственно, точно исключить какую-то вариацию для себя того, что может быть что-то там выделяться. Но каждый пускай выбирает свое. Может быть, кто-то хочет туда ставить что-то тяжелое, да, там мясо или рыбу сушить. И вот она обычно обладает более большим весом, чем сыроические продукты. И вот ему очень важно это. Кто-то говорит, что мыть их можно легче, да. То есть пластиковые поддоны в этой посудомоечной машине использовать нельзя. А вот из нержавейки можно. Ну, а я с другой стороны считаю, что пластиковые поддоны намного легче моются ручками. А из нержавейки сложнее, потому что вот в эти вот маленькие такие вот стыки, сварки, туда иногда попадает продукт, который залипает и очень сложно оттуда отмывается даже щеткой. Поэтому здесь можно пойти альтернативным путем. И наша компания иногда даже позволяет клиентам докупать какие-то поддоны после уже покупки аппарата. Вот вы купили с пластиковыми, а потом хочу металлические. Где же их взять? Это ж надо было с такие деньги опять отдать. А можете просто докупить пару поддонов. Мы с удовольствием вам поможем, и вы будете на металле работать. Один или двух вам, например, будет достаточно. Или наоборот, у вас металлические. Хочу пластиковые, не новый же аппарат покупать. Можно купить просто поддоны. Тоже замечательно, мы их продадим. Вот, в принципе, мы рассказали про дегидратор Excalibur. Из нововведений, вот буквально месяц назад у нас появились русские надписи. Значит, с логотипами нашего сайта, с сайтом производителя. Также руководство по эксплуатации. Очень легко можно посмотреть, что сколько сушится. Но, это еще далеко не предел совершенства Excalibur. И следующий наш, так скажем, продукт, это дегидраторы Tribest, о которых мы также хотим рассказать чуть подробнее. И закончим мы еще одной корейской компанией. Уже не американской, а корейской. Это компания Liquid. Давайте мы переместимся в маленькую, во вторую нашу съемочную студию, в которой мы снимаем тизеры. То есть, это профессиональная реклама для каналов. Как я уже говорил, мы сотрудничаем с первым вегетарианским каналом. И нам помогут сейчас включить свет. Кстати, мы тоже сотрудничаем с первым вегетарианским каналом. Еще в начале лета, еще даже, по-моему, зимой со мной снимали цикл передач, которые будут постепенно выкладывать. Вот, летом недавно приезжали. Так что мы тоже очень плодотворно, тесно сотрудничаем с ним. Да, очень приятные ребята, энтузиасты, самые вегетарианцы. И много роликов, особенно поездки нашей команды, все сроки за границу, в Эстонию, обозрение заведений, ресторанов, вегетарианских лавок. Это вот в данный момент происходит прямо сейчас. Я думаю, что все зрители потом увидят и вас, и ваши передачи, и наши на этом замечательном канале. А сейчас давайте мы, да-да-да, нам там все приветствуют в нашем офисе. У нас тут целая большая команда. И я приветствую всех. Нет, я вот сюда встану. Вас. Вот я уже готов сюда переместиться в нашу маленькую студию. А, я буду боком стоять и рассказывать. Отлично. Итак, перед нами два представителя Сидоны. Первую модель, 9000-ую, которая выпускалась с 2012 по 2013 год, я, в принципе, даже не буду показывать, потому что она уже вышла из серии, хотя у нас несколько штук еще на складе есть. Их обычно покупают именно вот эти вот сыроедческие ресторанчики, которые работали на первом оборудовании, которое еще, скажем так, очень сильно зашло и в их сознание. Они не хотят даже экспериментировать с чем-то новым. Поэтому у нас несколько штук осталось. А модель Сидона переросла в модель Сидону Комбо. Вот. Значит, эта модель, посмотрите, как она великолепно выглядит. У нее металлическая окантовка. У нее, значит, есть пластиковые, есть металлические поддоны. Мне намного больше нравится, так скажем, именно корейское качество сборки, чем американское. Конечно, это нельзя сравнивать с китайским продукцией, но почему-то корейское мне в чем-то как-то теплее. То ли я там чаще бываю, то ли у них вкуснее их кухня национальная, не знаю. Так вот, чем хорош этот дегидрат? Во-первых, он открывается вниз, да. То есть нам не нужно снимать крышки, как в Экскалюбуре. Кому-то в плюс, кому-то в минус. Дальше. Поддоны бывают как пластиковые, так и металлические. По ценам они отличаются не сильно. Ну как, не в два раза, как в Экскалюбуре, да. То есть 25 и 45, да. А где-то порядка скольки? 5 тысяч рублей, да. Вот мне подсказывают. То есть вот аппарат, который подороже Сидона Комбо, 43 500. Извините, пожалуйста, 45 тысяч примерно. Примерно 45 тысяч. А, 42 500. А с пластиковыми поддонами Комбо? 36 500. Это Комбо у нас, да? Так, значит, чем отличается у нас Комбо от модели Экспресс? Я чуть-чуть позже расскажу. Вот сейчас, чтобы заинтересовать по Комбо. Значит, у нас здесь меню. Очень легко все управляется, включается. Ну, нам не включили. Может быть, подключат сейчас кто-нибудь. Здесь пользователь сам выставляет время сушки, выставляет режимы. То есть, и помимо Комбо режима, да, о котором я уже рассказывал, сначала одна, тем потом вторая, здесь есть два режима. Сыроедческий и быстрый. Очень внимательно. Это уже сделано на уровне производителя. То есть, специальный сыроедческий режим. Да. Что это такое? Чем он отличается от обычного быстрого режима, да? Или от обычного любого режима, любого другого дегидратора? Он не дает поднять температуру дегидратора ни на один градус выше, чем вы, которые заявили. То есть, если вы поставили, например, там 38 градусов, то у вас не будет скачка между, там, от 38 до 42, например. Вообще не на градус. То есть, у вас всегда будет 38. Она может опускаться вниз немножко, но всегда будет 38. И, соответственно, вы будете 500% уверены, да, что у вас внешняя среда, а не только среда внутри, будет именно такой маленькой температуры. Сейчас мы вот его подключили. Здесь вот видно температуру. Можно Фаренгейт и можно Цельсия. Можно задавать, менять, туда-сюда. Здесь можно переключать режимы. Сейчас, одну секунду. Ну, вот он мне, честно говоря, уже нравится. На самом деле, вот этот режим, и вот для ленивых, да? То есть, как бы человек просто запрограммировал, зная, сколько у него там уже по бумажке написано, что, чего. Режим будет сохранять нужную температуру. Он знает, что он сыроедческий режим, например, выдержал, да, если это ему важно. Да, да, и только надо выбрать его, не забыть. Конечно. Сейчас вот он такой, да, и вам надо сначала пройти по всему сценарию, задать температуру. Ну, сейчас мы 68, чтобы быстрее было время, там, час. Второй режим 47, время 10 часов, тоже неправильно у нас, да. И в конце вот выбираем тип сушки. Вверх, низ, только верх, только низ, либо оба, и потом режим сыроедческий. Какие еще плюсы у этого аппарата? Он умеет, во-первых, у него красивая подсветка. У него, видите, два вентилятора. Значит, один вентилятор у нас отвечает за нижнюю часть камеры, а второй вентилятор за верхнюю. Если вы хотите сэкономить электричество дома, в общем, у него потребление 650 ватт. Если вы хотите сэкономить электричество, то вы можете использовать половину только дегидратора, обычно используют верхнюю, и работать только в ней. Соответственно, у вас есть специальный поддон, похожий как на поддон для грязи. Сейчас я вам достану. Такой разделительный, да, видимо, поддон? Да, перекрыватель, да. Он вставляется вот сюда посередине. Ну, просто покажу, как примерно выглядит. Это надо вместо лотка вставить. И перекрывает полностью аппарат. Это просто поддон для крошек. Даже поддон для крошек у нас фирменный. Вот видите, седона. И это оборудование, оно позволяет работать в половине загрузки. То есть только какое-то небольшое количество, вот там, 3 или 4 поддона. И, кстати, 3 или 4 поддона, это у нас 1.15 квадратных метра для сушки. И это почти полквадратных метра, даже больше 0,6 где-то. Это очень большое количество. Я примерно могу сказать, что около 5 килограмм продукта можно туда засунуть. Ну, это максимум 5. То есть чуть-чуть поменьше, где-то 4 килограмма на половину засунуть. В общем, где-то 9 у вас получится на такой объем. И, соответственно, вы экономите электричество. Работает только верхний вентилятор, верхний тен. Если вам надо, чтобы работали оба, ставьте здесь, пожалуйста, оба. Если только низ, только верх или оба. Очень удобно. Очень хорошая тен. Очень хорошая тен. Строеческий режим рассказал. Подсветочка красивая есть. Все на электронике, все пикает. Пятилетняя гарантия производства компании «Американская Трайбес». Но завод свой собственный в Южной Корее. И людям очень знакомо. Это также по соковыжималкам очень известным. Помните, самая известная вертикалка, которую чаще всего люди покупают. Это «Трайбес Волстар СВ-2000ВС». Очень хорошая тен. Это «Гринстар Элиты» двухшнековые, которые даже знаменитые «Ангиевы» уже обошли. И, значит, более простые аппараты, тоже шнековые и «Сово Старые». Третья, четвертая модель. И ручная. «Зетстар 710» очень известная в советских кругах тех советов, которые путешествуют. Которым электричество, надо быть независимо от него находиться. Знаете, я скажу так, что вот я не знаю, что вы покажете дальше. Но вот я бы сейчас выбираю, если мне было бы вот нужно, вот я бы брал именно это. Вот я бы брал себе вот это. Я вас понял. Я надеюсь, что я вас еще успею удивить. А поверьте, я все люблю оставлять все свадкое на бантон. Ну, да, интересно. Итак, переходим к следующему оборудованию. Это у нас, значит, «Седона Экспресс». И чем она отличается? Посмотрите, она выглядит поменьше. Но это обман. Потому что она при этом использует больше внутренней площади. Посмотрите, верхний поддон до самого верха. И здесь я достал, здесь тоже с металлом это оборудование. Но я достал, чтобы было для вида пластик. Чтобы вы поняли, что такое пластик на «Седонах», что такое металл. Вот металл, а вот пластик. И можно купить как «Седону Комбо» более крупную, живненькую в стороны, так и более такую вытянутую вверх по меньшей площадью, но тоже горизонтальным обдувом «Седону Экспресс». Чем они отличаются? По сути, впервые в «Седонах» в компании «Трайбест» начали использовать фильтрацию воздуха, который поступает в камеру для сушки. То есть, если в этом аппарате таких фильтров нет, то здесь уже стоят специальные фильтры. Здесь, к сожалению, будет это плохо видно. Вот они здесь, сзади. Но я сейчас попрошу, чтобы показали на экране, как это выглядит. Это специальные фильтры, они моются, и они меняются, если надо. Но менять их не надо, обычно достаточно промыть. Эти фильтры, они дают возможность фильтровать всю пыль, которая задерживается в нашем воздухе на обычной кухне. И вот чтобы это все не появилось на нашем любимом и вкусном продукте, на поддонах, все это проходит через фильтр. Это не единственный производитель, который делает фильтрацию воздуха. Но на Трайбости это исполнено только на Эксидон Экспресс новейших. Дальше чем это отличается? У него меньше шум от работы. Это тоже почти бесшумный, но у этого дегидратора вместо двух вентиляторов один большой. Сейчас мы достанем несколько поддонов. А мне вот, кстати, принесли фильтр. Я могу вам показать. Вот смотрите, вот такой вот фильтр там стоит. Вот такой вот. И вот через этот фильтр идет фильтрация воздуха, которую легко помыть и легко приобрести, заменить. Они стоят, по-моему, 3 доллара. Сейчас вам видно в кадре? Да-да-да. Спасибо. А, кстати, металлический, вот вы говорите, металл-металл. Но это же тоже не ржавейка, правильно я понимаю? Абсолютно верно. Это 304-я в стандарте сталь, нержавеющая сталь, подгодная для пищевых продуктов. Посмотрите, если вот здесь вот видно, вентилятор очень большой, и он один. Чем больше лопасти вентилятора, тем тише работа самого устройства. Дверца у нас теперь закрывается сбоку на вот такой вот... Так, вам видно сейчас? На магнитик, наверное, такой. Да, на магнитик. Вам сейчас видно? Да. Вот, да, на специальный магнитик, и очень удобно открывается в сторону. Здесь классическая схема открывается вниз. Ну, тоже... Да, да, кому-то так удобно, кому-то так. Кому-то надо более худенький аппарат, кому-то надо более большой, и у него примерно на 15% площадь больше. Но нет фильтрации, да? Ну да. А здесь есть все то же самое, но невозможно, например, разделить на две камеры, потому что вентилятор только один. А здесь можно использовать только вверх, или только вниз, или все вместе. То есть здесь пользователь должен выбирать уже сам, какие предпочтения ему все-таки более близки. И вот, в принципе, к этим же аппаратам также есть специальные силиконовые, полипропиленовые, тифоновые листы. Если мне их сейчас принесут кто-нибудь, я скажу спасибо. А цена? Какова его цена? Какие цены? Значит, 34 500 у нас стоит аппарат, который чуть поменьше, более компактная, но более новая, уже с фильтрацией, Сидон Экспресс. И 39 500 стоит такая же, кстати, Сидон Экспресс, но, например, там с металлическими поддонами, если вам это необходимо. Кому-то нужно то, кому-то это. И пока вот мне сейчас приготовят листики, я их сейчас думаю, что покажу либо картинками, либо живьем. Они тоже фирменные, тоже готовятся на этой же фабрике Южной Кореи. И стоят немного более доступные деньги, чем листы Экскалибур раза в три дешевле. То есть, вот комплект силиконовых листов для Сидоны, который состоит из трех штук и который ровно попадает под этот поддон. То есть, они идеально подходят, смотрите, ровно кладутся, чтобы силикон сдерживал жидкие продукты. Да. И никуда они не падали. Понятно. Значит, тефлон, силикон, либо полипропилен. Полипропилен – это обычные досточки, которые используют наши мамы, нарезая продукты на своей кухне. Но эти досточки, они из специального БПА-фри пластика. Вот мне, кстати, дали силиконовый лист, который открытый. Плюс силикона в том, что его можно использовать в духовке. Его можно использовать также и в морозильной камере, что тоже удобно в некоторых случаях особого применения. Кто-то на нем там тесто делает, кто-то что-то еще. Ну, в общем, мы будем дегидрировать. Итак, значит, здесь мы обсудили, что такое Sedona, этот бренд Sedona. Многие не знают даже название Tribest, а знают именно название Sedona. То есть, раньше на российский рынок с горизонтальным оборудованием впервые вышло Sedona. 12-13 год. Значит, что о них можно сказать? Пятилетняя гарантия, замечательные аппараты. И самое интересное, что это не просто дегидраторы, как у Excalibur американских, а это целая линейка. Вы можете купить и проращиватель Fresh Life FL3000 от Tribest'а компании. Корейский автоматический, травку себе растить дома там или там салатные побеги. И дегидраторы, и соковыжималки всех видов, всех типов. Блендер коммерческий, вакуумный сейчас они тоже производят. Это в конце передачи вам расскажем. И вакууматор они сейчас делают. То есть, они делают весь спектр товаров для правильного питания. Это вот компания Tribest. Красивые, замечательные наши американские друзья. При этом, кстати, они корейцы. То есть, руководство компании – это корейцы, которые мигрировали в Америку, оставив за собой фабрики в самом Сеуле или в пригороде Сеула. Кстати, на этих фабриках я был. Если кому интересно, можете посмотреть, как эти дегидраторы производятся. Вот лично я посещал и рассказывал, как эту технику собирают, как ее разрабатывают инженеров. У инженеров брал интервью. Корейский пришлось подучить немножко для этого. Очень интересный фильм. Я думаю, что мы его тоже покажем. А мы под нашим видео дадим тогда ссылочки для тех, кто хочет посмотреть. Да, давайте так. Кому это интересно? Потому что очень многие зрители, они говорят, ну что вот он рассказывает. Или кто-то рассказывает там, мегаэксперт такой. Я тоже вот все знаю, почитать могу. Но я на самом деле был на всех этих производствах. Общался с инженерами с разных фабрик. Не только с одной какой-то любимицы. И могу сказать, где хорошо, где суперхорошо. Плохо не бывает. Вот потому что у нас нет Китая. Вот Китай, да, это другое оборудование. Оно имеет другие свойства и другие цены. И по-другому работает. Китай, да, это другое оборудование. Китай, да, это другое оборудование. Китай, да, это другое оборудование. Китай, да, это другое оборудование.